Депрессия – это то, что, по словам Брещанки, ее никогда не касалось, но ряд событий изменил ситуацию. За последний год очень много событий, правда, произошло больше, связанно, конечно, с такой общей обстановкой. Ну и сложно было, многие начали близкие друзья уезжать. Вот это сложная ситуация, неопределенность, непонятно, что делать с мной, с моей семьей было. Это очень тревожно. Грустным и тревожным мыслям присоединились вторичные физиологические симптомы. Я все так захватывала все, понимала, что у нас совсем сложно справляться, больше стало плакать. Как-то на работе стало более рассеянное, но не могла как-то полностью включиться, что-то с этим справляться, чтобы дальше работать. Ну, в семье как-то еще держалась, но все равно уже мне очень хотелось там чем-то заниматься более активно, чем раньше. Я понимала, что не могу, потому что стало хуже спать, могла засыпать. Эти мысли все время тревожные были в голове. Там мало того, что там могла не заснуть, а потом еще стало так замечать, что еще рано стала посыпаться. Там вообще не всыпала, не отдыхала. И так было тревожно, непонятно, еще и не могла не чувствовать себя отдохнувшей. Коллеги посоветовали обратиться к психологу. Именно специалист и перенаправил брещанку к психотерапевту, так как состояние ухудшалось. Женщина перестала поддерживать внешние контакты, общаться и есть, стала худеть. Врач назначил терапию. Смириться с тем, что необходимо какое-то время пить препараты было сложно, но женщина решилась. К тому же значительную поддержку оказывал муж. Первое время, конечно, было еще сложно, но такого что-то действительного эффекта сразу не было. Но к концу месяца приема такого уже я стала чувствовать, что мне становилось полегче. Единственное, что как бы доктор не отрегулировал сон, я стала хотя бы спать и высыпаться. Ну вот поначалу. Это уже как-то облегчило немножко мою жизнь. Вот к концу месяца я уже стала чувствовать, что не все так безысходно. Я не рассказывала, а только муж, который тоже замечал, что со мной что-то происходит, и мне нужна помощь. И муж поддерживал. Даже поддерживал, первое время напоминал, что не забыл Илья, пописи таблетки. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, повысился интерес к активности и качество общения. У брещанки, как отмечают врачи, классические симптомы депрессии. Но у этого заболевания много лиц. Подсчитано, что их более 25 видов. Причины бывают разные. Начиная от каких-то особенностей характера, заканчивая простым истощением. Сейчас мы в депрессии именно истощение, когда человек много работает. Однообразная, рутинная жизнь, работа. И просто система истощается. Да, бывает, когда какие-то психологические моменты, связанные с тем, что человек воспринимает как-то особенную ситуацию ее жизненную, тоже бывает. Частыми пациентами врачей сейчас становятся и социально успешные люди, которых постигло так называемое выгорание, под которым тоже может скрываться депрессия. Тоже сейчас очень много называется маскированная депрессия, конечно, психосоматическая, когда человек не чувствует ни тоски, вроде как, ни печали. Ну, сон, может быть, не так нарушен. А его беспокоят соматические проявления. Потому что там где-то боли, голова болит, желудок, поясница. Боли разнообразные, при этом ходит терапевт, обследуется, а причины не находят. И вроде как, ну, сейчас уже врачи у нас грамотные все, потому что когда уже после обследования не находят причин, соматические рекомендают обратиться к психотерапевту. И, конечно, это очень помогает. По личным подсчетам врача-психотерапевта, только к нему на прием приходят порядка двух с половиной тысяч пациентов. Цифра весомая. К тому же в помощь к медикаментозному лечению есть и когнитивно-поведенческая психотерапия, эффективность которой доказана в лечебной практике. Сам по себе депрессия хорошо лечится, быстро проходит при своем приеме, не нарушает какие-то психические функции. То есть человек не сходит с ума, там он нормально. Он нормально, адекватно общается, работает, поэтому не нужно никаких ограничительных мер. В принципе, вообще по депрессии. Ну, да, люди хотят, чтобы вообще так фигурировало где-то какие-то данные. Поэтому анонимно. Опять же, почему анонимно? Потому что депрессия – такое заболевание, которое можно лечить анонимно. Потому что есть заболевание, которое нельзя лечить анонимно. Мы понимаем, что если какие-то серьезные психические расстройства, депрессия можно, поэтому нужно обращаться лучше. Подсчитано, что из всего пласта заболеваний, которые могут возникнуть в психическом здоровье, превалирующая часть относится к обратимым состояниям. И если подходы к своему психологическому здоровью и его доступности в обществе все же шаг за шагом расширяются, то все еще существует личная стигматизация. Но отрицание сложности, либо расчет исключительно на свои силы, может привести к более сложным и непоправимым ситуациям. Зачастую помощь объективно необходима для того, чтобы снова вернуть себе полноценную радость жизни. Евгения Мороз, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Евгения Мороз, Александр Воронин, Юрий Лимонтович.